Привет, народ! И мы с вами продолжаем играть в, собственно говоря, вы знаете во что, в идентификацию, мы будем идентифицировать графон, которого нет, и игру, которая довольно-таки, ну, не знаю, неплохая для фанатов. То есть, знаете, я думаю, я как фанат, вот мне нравится как фанату. Я думаю, любой другой человек, наверное, бы плюнул, но... Я считал, кстати, обзор вчера с какого-то украинского сайта, и там игру, собственно говоря, сказать то, что я думаю, что управление ужасное, я думаю, у меня проблемы, но походу, видимо, ни одного у меня, сказать, что управление ужасное, что, в принципе, ждали намного, намного, ну, как бы, большего от игры. Тут даже описания у задания нет, ну ладно, я думаю, нам скажут, что делать в процессе. Четверо ассасинов получили задание доставить из римских катакомб важный сундук. Хорошо, сундука не будет, будет сундук. Вернувшись к убежищу, они были убиты агентами боржа. Как предсказуемо. Поджидающих, поджидающих, ну, которых ждали. Один из римских ассинов решил отомстить. Ладно, походу, будем мстить пацанам. Кстати, сегодня алкаша видел в ТЦ. Я забирал клавиатуры, которые разбивать будут. И... Эмм... Видел алкаша, и прям выводили двое, один сотрудник магазина и охранник, выводили алкаша. Я вообще не понимаю, он был на первом этаже, причем я его видел. Как он забрался, во-первых, на третий этаж, потому что он еле ходил, он реально шатался. И он еще, что-то он не орал, но был как-то дико недоволен. Что-то они тут стоят, убедитесь от укромного места. Что-то стелс. Про управление я слышу, что очень говяное. И я согласен с тем человеком, который игру обзорил, что... Взнешнее управление врагу не пожелают. То есть, если у меня были враги, я бы как бы не стал им желать... Я бы, нет, я бы пожелал поиграть в эту игру, потому что они так плоха. У меня нет врагов, к тому же я очень всех люблю. Ребята, вы хотите быть моими врагами? Нет. Вот и правильно. Потому что, да, походу мы не можем просто взять и забраться. Анимация должна проиграться полностью, это же Ubisoft, нам надо заскриптовать всю игру. Ну, зачем? Зачем это нужно? А на Android... Кто-то написал еще, что... Игру, игру... Не упустилен на Android, потому что ее надо оптимизировать для Android. Ну да, понимаете, непосильная задача для... Для... Для Ubisoft оптимизировать игры, что? Оптимизировать игру для Android? Нет, зачем? Не будем для Android оптимизировать. Просто... Просто забью. Зачем? Слишком сложно. Сложно. Они врубили Карина мод и... Просто забили, сказав сложно, сложно, не буду ничего делать, сложно. Карин, говорю, на одном из стримов. Итак, давайте врумя длинное зрение. Вот и так эти три пидораса наша цель. Что-то нет, потому что вещь с пятого в небольшом сундуке неподалеку. Блин, небольшой сундук. Небольшой сундук неподалеку. Давайте пойдем к небольшому сундуку. И ой-ой-ой. У нас тут идет дополнительная охрана. Дополнительная бригада. Побыстрее бы сейчас пройдем, как будто... Давайте по-тихому, как будто нас нет. Что-то у меня удается с этим ужасом. Посмотрите, у меня еще кабель впивается у меня в кожу. И я потом ее счищаю с руки, хожу без кожи. Может, если у нас такое похоже, то самое время разобраться с ними. Что-то возьмите туда. Ну, кому уходите, господа? Мы только начали. Возговор по душам только-только начинается, а ты уже уходишь. Так поступает мразик. Самый поганый. Мразище спусты. Мочить. Как будто бы так и было. Э, алло, я камеру хочу. Камеру управлять, а не игрой. Такое ощущение, что эти солдаты Ромул или как я называюсь, в общем, в общем, те, кто сторожил доспехи. Вот, чуть-чуть, так у вас много-то. Ладно. Есть тут не на таймер рассчитано, так что, потому что... Пусть я даже зря остался тут занимаюсь, потому что все намного проще. Еще, да, мне говорили про то, что... Ну, оптимизируйте, говорю, тяжело. Они, ну, изобильно оптимизируем. Что-то, ладно. Кстати, я даже забыл писать, доп-задание. Стензывайся, доп-задание. Что, не знаю, сказать. Чтобы было доп-задание, никого не убивать. Бейте всех, посреди Ромул в этой области. Понятненько. Ну, там внизу было, можно было бы их мочить, замочить. Ах, ладно, спалили. Да, кстати, пап, умереть в этой игре можно, но очень трудно. Это для тех, кто думает, что, ммм, может, я умру в этой игре. Может быть, не убьем последователей Ромул. Что он с карты уйдет, пока я буду их мочить, скорее всего. Я просто вот этот, другая, так бы я пошел за ними. Да игра, наверное, того не стоит. Ну и ты получай. И ты! Я, кстати, сегодня был в кафешке, решил поразнообразить свой день. Сбегал в кафешку. И я сходил, опять же, не в пастхудную кафешку, а просто в хорошую кафешку. Тут домино, есть такая сеть местная, в Саваленске. И она, в принципе, неплоха. Мне там очень нравится, и там я съел такое, знаете, мясо. Я удивился, какая-нибудь салата туда наложили с капустой. В принципе, было довольно вкусно. Иногда мне нравится, знаете, для разнообразия поесть где-нибудь, а не готовить что-то самому. Хотя я не скажу, что я прям повар от бога и готовлю какие-то сверх-крутые блюдца. Ищем последователей Ромова. Мы же знаем, как они выглядят, правда? И это не они. Прямо со стажей стоять не стали бы. Но одному мы видели стоп. Двоих, вернее, мы видели 100%. Хорошо, встаем здесь. Прямо сюда. Какая не спалива. Покинули. Так, салфугом еще область можем покинуть. Вот тут двое агентов Ромова. Вот эти двое. Жарко-нибудь, просто спрыгнуть им на голову. Дальковато. Пожалуйста, пусть это будут все. Других я не видел, искать не собираюсь. А вот эти. Вот эти мои сладенькие агент Ромова. Вот это все. Вот это должны быть все. А дом заданных здесь ведь не сообщают. Убейте всех. Оп, 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 оп. Мы даже дом задание выполнили. Вот настолько я фанат, ребят. Я даже доп в этой игре выполняю. Хотя этого не достойно. Ладно, да, давайте выберем все с области. С области и из области. Мне кажется, тут просто проще выходить. Давай, идти через стену. Ты же хочешь, ассаси. Хашашинин. Блин, а куда тут выбираться? У меня пока... А, покиньте... А, вот так вот покидать. Там же где я. Туда же, куда мы и... Туда же, откуда же мы... Откуда мы и пришли. Смотрите, падение с высоты тут что, не работает? Все работает тут довольно скверно. Yes, my boy! We have completed the mission! Мы выполнили миссию. Ребята прокачались. Получили новую броню. Я как раз хотел себе купить новые сапоги. Походу, буквально этих не придется. Потому что мне их выдали. Бесплатно. Вот с играми бы так было. Бесплатно мы кидали игры. Я испытал небольшое чувство зависти сегодня в Black Silver Уфе. Вернее, ну... Уже вчера... Блин, уже вчера... Черт, то есть уже ночь. Уже вчера я испытал. Чувство зависти. Неважно, когда. Главное, я испытал чувство зависти в Black Silver. Он за день до выхода играет в переиздание Heavy Rain на PS4. Что? Где? Я тоже хочу. Контакты, хорошо. Контракты, вернее. О, меня сейчас будут обучать. Походу, доступны новые задания. Контракт, быстрое убийство. Контракт. Могли бы просто назвать контакт, гринзинг или типа того. Убить цели одну. Ну ладно. Видимо, у меня нет выбора, ребят. Потому что меня не спрашивают, что бы я хотел сделать. Придется пройти. Я как бы хотел больше по сюжету идти. Именно по сюжету, не трогать ничего больше. Но ладно, ладно. Меня не разрешают. В общем, клавы я купил ряд. Можете писать в комменты, что с ними делать. Как их громить. Просто мы на стриме так придумали идею с... С... Хитманом. Придумали идею, что неплохо было бы пару клав, ребят, разнести. Почему? Ну хочется. Мне я никогда ничего не громил. И... Помните HowFastMake канал? Был и есть. Почему? Помните, как будто его уже нету. Был канал HowFastMake был и есть. И вот у меня давно есть такая идея, что будет разгромить. Что ему такое, знаете, не дешевое с одной стороны, а с другой стороны безобидное. Отлично. Миссия выполнена. Ура-ура. Стражи даже не поняла, что их убило. Нужно спрятаться. Спрячемся. Спрятаться нужно, и кто не спорит. Может быть, даже убить кого-то. Не поткнулись, емно. Она считается, закинул. Главное, это ведь восприятие, правильно? Кстати, лагать перестал. Может, это все-таки мой телефон был. Ладно, ладно. У меня же не самый крутой телефон. Никой-нибудь iPhone 6s. Это слишком дорого. Слишком дорого. Кстати, 6s я считаю вообще бесполезная фигня. Ну добавили там этот 3D Touch. Или по сути это тот же Force Touch, что и на ноутбуках. То есть, да, немножечко улучшили. Но я считаю, что, ну блин, ну прокачали телефон. Ну серьезно, насколько она в 10-15 тысяч дороже стоит. Мне кажется, это, ну перебор немножко. Вот у меня лично это вызвало... А, это выше нас. Так сказать, этот прибор, это выше нас. У меня это вызвало определенные вопросы, что... Что настолько дороже? Нет, камеру-то, конечно, там качали хорошо. С 6 мегапикселей. Не фронтальную, а это обычную. Заднюю камеру, по-моему, или с 6, или с 8 бафнули до 12. Нет, с 8, с 8 до 12. А переднюю камеру, фронталку, аж до 5. Я вот, вот с этого я немножечко офигел. Я должен правду сказать, ребята. Хотя, почему я должен говорить правду. Я немножко офигел. Сейчас, наверное, игра не зависит. О, нормально, нормально. Просто сейчас зависим. Когда я пытался что-то продать. Как-то, я не знаю, все, что связано с Ubisoft. Вот все игры, которые с Ubisoft'ом у меня связаны, они немножечко виснут при каких-то взаимодействиях с онлайном. Например, когда я пытался сейчас поиграть в Unity. Ну, вот, знаете, есть приложение на телефоне Unity, которое с игрой вместе идет. Вот я пытался с ним поиграть. Причем там не сохранен мой прогресс. Он к игре просил подключиться. По-моему, или типа того, или к ПК. Надо будет потом подключить, когда я буду в Unity играть. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, тут вроде как все. Все прокачиваю вес подробнее. Чтобы заплакировать сборку. Только еще нет, что сборка для КС. Новое задание, уровень 5. Разорный цепь, чтобы получить у нас собирать предметы. Крутенько, крутотенько, ребята. Сможем ковать. Ковать, ковать хорошо. Я что-то еще хотел сделать, только не могу никак вспомнить, что, по-моему, тут навыки распредел. Вот, древо навыки. Это и хотел. Может, броню немножечко качнем. Вот. Брежь. Можешь туда, когда иносят от текущего, он пребывает брежь в броне. Безумие. Давайте брежь качнем. Мы не можем брежь качнуть. У нас одно очко навыков было, ребята, оно кончилось. Они, к сожалению, не бесконечные. Ладно, приступим к миссии. Да, тут довольно ж... А награда-то какая-то. Кто ж может подкупить показы на карте? Всех продажу солдат надо подкупить. Не, спасибо. То есть мы можем лечиться, если нам совсем худо станет. Замок на пользе Синьоре Флоренция. Макиавелли пришло письмо, подписанное неким Деметрио, изобретателем, который замышлял убийство Чезаро Боджо. Ассасин, получивший задание все расследовать, обнаружил Деметрио за кованым в цепи. А тот умолял сохранить ему жизнь. Я не знаю, мы, видимо, сохранить ему жизнь хотим. Флоренция. Знакомая площадь Кайзи. По сути, игра играет на нашей ностальгии, ребят. Ну, потому что я немножечко ностальгирую. Хочу пройти револейшн в ближайшее время. Бразер Худы 2 Ассасина, в принципе, уже прошел. Поэтому на стримах и записи на канале есть, так что... Так что, ребята, держи денежку. И солдатики сразу разошлись, как в море кровли. Будто вовсе ничего и нет. И им, а мы, ребята, так что, поиграем уже в игру под назву. Чё, возьми, не-не-не-не. Не-не-не, здесь не пойдем. Стражи, стражи. А что если мы вступим в эти? И что, по-моему, не будет? А вот это ветеран. Главное, удобный момент. Подобрать. Давай, давай, остановись. Хочешь денежку? Денежка, это же хорошо. Ты любишь денежку, правда? О, ты очень любишь. Денежка какая-то очень призрачная. Походу мы... Это, знаете, это что-то типа Dungeons & Dragons, как я с друзьями, с одноклассниками. И с одноклассницей ее двумя мужиками играл. Мы играли в игру, и там, знаете, там есть как бы бог в игре, и весь мир воображаемый. То есть графически ничего не происходит. Вы просто общаетесь, что типа... Что я выгляжу так-то, я взмахиваю мечом и ударяю монстра. И, как бы, главный по игре кидает кубик и говорит, что ты нанес столько дамага. Главный по игре кидает кубик и говорит, ты нанес 20 очков дамага, мой верный воин. Ты молодец. Я, кстати, когда играл, я очень сильно дамазил. Мне как-то везло. Я, кстати, всю игру поломал. Потому что я убил в итоге... Я убил двух игроков. Я убил двух товарищей. К тому же, это оба... Оба эти товарищи были... Лучшими друзьями той одноклассницы. Поэтому в итоге... Все это выглядело как очень большой фейл. То есть ты пытаешься подружиться, а в итоге... Получается мя. Давайте, ребят, спрячемся от них. Вот сейчас еще трогнуть кого-нибудь сможем. Да прячься ты! Что же с тобой не так? Прячься! Наконец-то, наконец-то. А мы не можем как бы по-тихому еще убить этого сальфа? Просто понимаете, лучики это противные существа. То есть они как бы... Как бы тут сидят на крыше и... Палят тебя. Палят причем все время. Спрячемся побыстрее. Да, вот такая вот приятная, интересная жизнь. Кстати, как я понимаю, нам наверх. А, нет, наверх, походу, кого-то можно подкупить. Это, видимо, вот это и есть челлендж. То есть ты станешь ли ты подниматься наверх, чтобы подкупить стражника? Или же ты не станешь стать в свое время на это? Конечно, стану. Давайте поднимемся, наверное. Так сказать, подкупи стражника челлендж, мне кажется. Можно было бы назвать. Все-таки я немножко скучаю. Вообще в третий ассасин очень хочется пройти. Очень-очень хочется. Потому что в третий ассасин я играл всего лишь раз, а во все остальные несколько раз. Даже в Black Flag я играл полтора раза. Как можно играть в игру полтора раза? Я сейчас объясню. Это так работает, что ты один раз прошел игру полностью, второй раз прошел ее частично. То есть начал играть и забил. Это со мной очень редко происходит. Я всегда стараюсь до конца все проходить. Но я стал, кстати, чаще забивать, потому что игр очень-очень много. А хороших игр очень-очень мало. И ты бывает играешь, и тебе нравится, а потом игра скатывается. И ты потом думаешь, ну блин, ну что, мне долбиться как бы. Как-то в пукан долбиться с игрой. Извиняюсь за грубость и похабство. Но я не мог по-другому выразиться. Кстати, да, мы сейчас нажали на кнопку и просто будем ждать, как приносится на нее добежит, как бы чудеса. Чудеса мобильного гейминга. На самом деле, на самом деле, игра очень мобильная. Очень такая, с классиком мобильного жанра. И мне нравится. В этом и заключается романтика. Классика мобильного жанра. То есть как бы даже претензий, я думаю, к игре быть не может вообще никаких. Потому что на мобильнике играть в такую игру, это как бы вообще нормально. На PSP вот же играли в такую игру. На PSP помните о хронике Альтаир или как так называлось? Я бросил игру на уровне с ведьмой, потому что его пройти вообще невозможно. То есть я не сомневаюсь, что наверняка есть человек, который может пройти хроники ведьмы. Уверяю хроники ведьмы. Миссию с ведьмой на платформе, но я нет. Можно заглушить этого подружения? Это мужчина. Он на меня просто усмотрел, плохо влияет на меня. Сейчас подкупим этого стражника, потому что это практически бесплатный доп-лут. И основного лута там должны дать, ребят, немерено. А вот сейчас с доп-лутом мы прокачаемся. Кстати, насчет того, что там говорили в обзоре, мне кажется, это перебор. Потому что все-таки все не так плохо и прокачка здесь довольно быстрая. По крайней мере, мне так кажется. Быстрая, годная. По крайней мере, я с ней чувствую себя каким-то обсосом на данной стадии игры. Чувствую себя довольно-таки неплохим Антонеллой, Антонеллкой. Можно даже сказать Анатолием неплохим. Просто у меня есть старый знакомый Анатолий, и мы сейчас с ним не общаемся, потому что человек скатился. Понимаете, такое бывает с людьми. Ты общаешься с человеком, вроде нормальный человек, потом берет и скатывается. И думаешь, блин, вроде норм человек. Из-за него, кстати, я и стал снимать всякие смешнявые видосы для... Не знаю для кого, но определенно не для вас, ребят, для других ребят плохих. Я стал снимать какие-то странные, смешные видосы, а-ля я друг Ивангая. Больше я такого не снимаю. Почти, почти не снимаю. Иногда заражение все-таки немножко поразило одну из долей моего мозга, и поэтому я делаю странные вещи до сих пор. Интересно, если я буду так вот топать за ним медленно, то нас не убьют? Может быть, нет. А, те два стражника у нас, скорее всего, пытаются. Как-то грохнуть. Передайте грохнуть немного. Одного так, второго просто зарежем. Я, кстати, во втором из осени так делал. У вас в доме с осени есть башни, ты можешь подойти сзади, если твои враги дерутся с твоими союзниками. Типа, ты нанял наемников, и они дерутся с наемками, ты можешь всех как-то поубивать сзади. Это довольно круто. Кстати, что-то спину, спину, спину прихватило у меня. Спина сегодня что-то весь день мучает. Не знаю почему, вроде выспался, вроде нормально лежал, в нормальной позе еще что-то спина. Просто ноет и ноет, не знаю от чего. Просто, нет, не говорите мне, что я долго сижу за компом. Я не думаю, что это оно. Может, надо просто полежать? Наверное. Ладно, это не важно. Она не сильно ноет. Бывало хуже, у меня в детстве очень сильно болело спиной. Деметрию не смог воссоздать оригинальный скрытый клинок и сконструил более смертоносную версию. Чезаре назвал ее клинком Корвиксы и приказал изготовить несколько экземпляров, чтобы выржить своих особых убийц. Куча воров и новое задание, ура! Создать новое! И мы можем собирать пушечки, пушечки собирать. Может, пистолет на кассу встроен. Задание пред, чтобы начать процесс создания, добавьте один предмет. Сейчас нужно брать какую-то говно. Я хочу сюда сделать сборку. Процесс использует схему, первое, что вы получаете бесплатно. Спасибо. Спасибо за бесплатную схему. У меня получился из нарукавника, какого-то веника, из схемы у нас получился комбинезон для подводного плавания. Только Ubisoft, только Assassin's Creed. Передайте пересперед. Слава богу, игра нас не заставляет ходить вот с этим. Или заставляет. В любом случае, вроде комбинезон зеленый, а мне что-то вначале показалось, что собрали что-то очень неприятное. Может, это дает точность угроз поврежденной бронёй. Мощь, дайте мощь, но только еще не хватает. А, или хватает. Круто. Доступно новое задание, ура! Собрать что-то. Давайте, может, потом соберем. Давайте вначале оденем ассасин там, посмотрим. Здоровье чуть поменьше, зато все остальное плюсуется. Все самое. Здоровье броньки минус, сила минус. Зато здоровье и уклонение нам плюс. Ну, это, конечно же, хорошие показатели. Да ладно, короче, давайте попытаемся что-нибудь скрафтить из этого. Сядь, а что-то, почему у нас вот это пустое? Мы не можем второй, как-то, надеть вторую руку. А, поэтому что, было пусто, потому что одна нас вообще ничего не было. Хорошо, давайте соберем что-нибудь, сделаем таскать сборочку. Давайте попробуем скинуть сборку все, что не пригодилось, посмотрим, что из этого получится. Купить схему. Что-то, нифига себе ценники на схемы. Где будет все ресурс? Монеты. Сейчас меня кинет, наверное, в магазин. Лучшая цена. Нифига себе. Ну, нифига себе. Ребят, вы... Давайте начнем на... Вы понимаете, что 379 это... Это рубли, это реальные деньги. То есть, если мы хотим купить миллион, нам потребуется 7 тысяч. И лучшая цена. Самая популярная. Вариант за 750 рублей. По-моему, они просто так налепили. Это просто самая популярная. Не знаю, у кого. Даже. То есть, в сути, нам предлагают купить монетки за реальные деньги. Не, ребят, не, не. Это игра окончательно скатилась в моих глазах. Ну, ладно, ладно. Крафтить, короче, мы, видимо, не будем. Ничего, потому что у вас схем нету. Они платные. Ну, как платные, не бесплатные. Условно. То есть, хочешь качаться бесплатно, гриндите. Нам придется выполнять задание где-то, не знаю, наверное, около нескольких часов, чтобы что-то скрафтить. Годненькое. Так что, давайте обойдемся без крафта. Будем пользоваться тем, что дают. Хотя, потому что я уверен, что я на крафт тратиться не стоит. А, впрочем, продолжим мы уже в следующей серии. Спасибо за просмотр, ребят. Можете ставить люсины, подписываться на канал, делать репостики в ВК. И до следующей серии. Мы скоро увидимся. Ребят, я очень оценил, как вам понравилась первая серия. Действительно, я не ожидал. Думал, скажете, фу, мобилка. Зачем? Но мир изменился, мобильные игры теперь в моде. Я в шоке. Эта игра не так плоха, поэтому давайте, давайте ее еще немножечко побалуем. Или побалуем себя, эту игру. Я не знаю, кому больше балуем. Мы играем в эту игру Ubisoft или друг друга, но пока, ребят. До следующей серии. Пока.